Хосту всегда называли жемчужиной курорта. Здесь тихо, спокойно и море рядом. Дома и магазины утопают в зелени, и воздух всегда чистый. В полной груди вздохнули и люди с ограниченными возможностями здоровья. Так же, как и во всем городе, к зимним играм здесь, в Хосте, создана безбарьерная среда, что существенно изменило жизнь инвалидов-колясочников и людей со слабым зрением. В любой магазин могу заехать, все представления есть. В читальный зал, в библиотеку, в поликлинику, в больницу. Могу сам добраться, буквально сам. Раньше для меня это было вообще небо и земля. Иван Николаевич раньше не мог обходиться без посторонней помощи. Теперь, говорит, он герой. Любит бывать у Дома творчества «Луч», где сейчас много детей, которые занимаются с преподавателем школьного лагеря. Сюда же приходит и Василий Тихонович Харольский играть в шахматы. Проблема со зрением теперь не такая проблема, как раньше. Благодаря тактильным плитам передвигаться стало проще. Идешь смело. И когда дождь, непогода, я иду только по ней. И вот даже в Сочи, когда подземные переходы там поставили, я иду только по центральной части, где установлены вот эти китильные плиты. И очень хорошо. Председатель Совета ТОС рассказывает, при создании безбарьерной среды учитывались все пожелания заинтересованной стороны. Поэтому сейчас и местным инвалидам, и приезжим комфортно. Нареканий нет, только благодарность. Микроверем пересекает река Хоста. У нас три моста через Хоста. Раньше, чтобы инвалид на колясочник мог преодолеть с одного берега на другой, и он должен был переносить, потому что там ступени, на мост зайти было так, заехать нельзя. Сейчас сделали везде пандусы. К пляжу можно приехать, ну, к самому воде. Плоть до воды можно приехать на коляске, потом туда искупаться в море и вернуться. То есть этот фактор очень важен для наших родащих и гостей нашего курорта. Теперь требования безбарьерной среды при возведении новых зданий, сразу прописанных в проектах. Уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья – это уже не шаг доброй воли, а норма, которая будет распространяться не только в Сочи, но и на другие города страны.